Приветствуем всех любителей ММА и нашего проекта «Естественный отбор». Сегодня у нас очередная тренировка по борьбе в стойке от нашего мотиватора Марата Балаева. Давай, 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 еще, еще. Патаны, еще давай. У нас травм не должно быть никаких вообще. Для этого надо разогреться хорошо. Ну и, конечно же, по традиции, бои на выбывание. Все делают и везде отсекают ногу. Тот же захват, все. Также эту ногу отставляют, когда, чтобы ты не сделал зашагивание, обычно отставляют эту ногу назад, чтобы ее вывести. Опять-таки мы делаем что? Это с матчей. Держи, просто возьми и захватить. Также выводим эту ногу снизу, вот отсюда, снизу вверх, да? И своими ногами не стоим на месте, руки работают, ноги стоят. Ногами мы двигаемся вот как ваз, да? Делаем, танцуют вот так же. Руками вот отсюда, наверх не поднимаем. Вот отсюда мы тащим вот сюда. По спирали наверх. Не просто в сторону, а вот наверх. Потому что эта нога сзади, вот вы ее потянете, она придет сюда. И ногами одновременно двигаемся. Вот вы видите ногу, что ты отпустили захват? Вот убрал ногу назад, что-то я ему за шагами, да, не сделал. Вот отсюда я вывожу, вот нога вышла. Отсюда я. Почему захват такой длинный? Не вот такой, а стараться вот такой длинный делать. Чтобы ты мог отпустить, ниже спуститься, выше спуститься. Не заживай, да? Вот отсюда, когда ты вывел ногу сюда, ты уже чуть ниже уходишь. И руки уже работают вот так. Вниз, осаживайте его. А нога эту ногу отсекает, как косой. Именно отсекает ее в сторону, чтобы она выбилась сюда. В сторону. Все, и показывай, человек, и все. Вот сюда вывели ногу, и отсюда, вот сюда. То есть вы одновременно делаете. Нога скашивает в сторону. Не на себя. А скашивает в сторону, грудью сбиваете вперед и руками еще вниз. Вот этой ногой шаги сюда. Вот такое движение должны сделать. Давайте работаем, я буду подходить. У кого не будет получаться, подсказываем. Не надо мешать друг другу. Да, не мешай. Когда ты ее делаешь, руки работают сюда, да? А потом ты ниже, уходишь ниже. Ниже. Вот нога, когда ты ее ниже, смотри, сюда. Вот ты сюда, ты ее ниже уходишь. И смотри. И нога, и руки работают уже вниз. Вот, и нога сюда, нога сюда, а это сюда. Да, да, да. Шаги. Обычно, как грудные боксы, ее сзади держат. За это ты туда отшагни, вот так. И левую ногу, а так, да. Именно, да, и руками вниз ее работают. Отчеги вниз. А делай это там. Ты смотри. Ты вывез тогда его, да? Ты здесь, пониже, лев, туда. Ты вот так зацепил ногу, да? Вот так зацепил ногу и вперед толкаешь. Нет, ногу ты должен, а смотри, ты должен вот сюда утащить, чтобы он упал. Из-за этого ты ее, вот здесь зацепил, обезрайся, как он от этого чувствует. Здесь зацепил и по касательной от нее выбиваешься. Видишь, ты по касательной, вот, где ты ее, ты ее не обязательно тебя не увидишь. Ты зацепил и вот выбиваешь ее. Понимаешь? Дюк снизу вверх. Я почувствовал, вот, да? Ну, видишь, вот. И ногу, вот, выбиваешься. И он вот так падает. Ты еще его осаживаешь, в центр тебя же, и он падает. Ты же не златоранил. Торопись. Сейчас тоже. Ногу отстать назад, ногу отстать назад. И не сильно не зажимай его. Так. Ну, ниже, ниже, брукер. Это так, брукер не работает. Ты сейчас заакцентировал. Здесь надо одновременно делать три дела. Вот так. Нога в сторону, вы вперед, вы вперед, и тогда он получится. Ты вывел сюда, да? Здесь уже ты засовываешь ногу сюда, туда, вы вперед, вы вперед, вы вперед, но ты ниже должен идти. Понимаешь? Если ты здесь будешь толкать, он тебя заломает, и ты пойдешь. И даже ниль, и центр тяжести ниже спустить, и протарахить тебя. И руки сюда. Руки сюда уже. Ты сюда работай, руки. Здесь ты уходишь, плечо нужно скинуть. Потому что он зажмется, здесь ты не спустишься. И сюда вывел. Подперед, и вот сюда уже работай. Руки вперед, сюда. Ну все, падает вниз. Выстошел. Не надо в ноги лезть. Врач, работа, работа, врач. Врач. Он ухудрит меня. Я тут видел момент, ничего не сделать. Люди такие железные, чугунные какие-то. Вот так получилось. Просто люди ударники, понимаете сами. В борьбе очень важно кошачья пластика, мягкость. А здесь они не закрепощенные. Ударники. И в напряженном состоянии. Даже переводил партер. Ничего такого прям всех естественного. Переводил партер напряженный и столкнулись с головами. Они могут быть ударки мягкие. Я таких людей просто знаю. Ударки мягкие. А в борьбе прям вот за то, что он не знает, что такое борьба. Вот чугун напряженный. И оба напряженные, как баха и все. Каменный, я говорю там, не надо зажиматься. Воткнулся головой и себе, и мне брухли все ощущал. Вот почему там не надо новичками работать. Их надо сразу накалутировать. Работаешь с новичками. И себя потравлю, и тебя потравлю. Надо убирать сразу. Выносить. Я бы знал, я ему там пятка открутили. Какой собертан, я ничем. Да. У него просто не сильно рассечено. Вот у меня, наверное, я просто покрою. Сечка, да? А? Да, 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 по-моему. Датейпировать просто. Биться можно, да? Биться нет. Почему? Больно будет? Разойдется еще больше, если будет. Это, в принципе, тут ничего такого. А некоторые просто психуют. И не что проигрывают. И не могут себя контролировать. Опять-таки, самоконтроль не работает. И профессионал должен всегда работать контроль над собой. Ну, бывает так, что сделаешь. Ударников не перестроишь. О-о-о. О-о-о-о. 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 Вот так видишься, да? О-о. Ты тоже будешь? Да-да-да. О-о-о. О-о-о. Пятка открытил. Я хочу просто публично извиниться, что... Ну, это было просто паревые эмоции. Конечно, я бы так не поступил бы. Не хотел бы, но... Просто в этот момент... Чуть-чуть, так скажем, меня расстроило. Поэтому паревые эмоции пару слов ляпнет. Извиняюсь. 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 По тренировке, ребята, особенно не только ударники. Траектории надо чувствовать. И не всегда все сразу получается. Да, вот сейчас сегодня отрабатывали, у многих траектории не получались в приемах. Нужно в голове прокручивать. Вы дома ходите, не... Вы тоже думайте об этом приеме. Видео найдите, просматривайте. Когда в голове поймете, там уже легче будет. Тело будет слушаться. А так нормально все отработали. Всем спасибо за тренировку. Ну, а у нас продолжаются вызовы, парни. Нас все меньше и меньше, но тем не менее. Поэтому первая пара у нас сегодня. Бодрызмов Алексей. Представьте. 70 килограмм. Парни, 70 килограмм. Для боя мы выбрали Алексея Бодрызлова, у которого за спиной немалый послужной список выступлений по боевым искусствам. Алексей более 11 лет занимается каратэ, является мастером спорта, а также КМСом по боевому самбо. Спорт, бои – это моя страсть. Мне это нравится. Были такие моменты, когда просто хочется все бросить и уехать куда-нибудь там, в Бразилию, найти додзи, скажем так, да, кэмп. И тренироваться, постигать какие-то было искусства, там, навыки приобретать. Отметил для себя, что на этом проекте, когда смотришь на бои, когда варишься во всем этом, приходя домой, чувствуешь жажду, хочется еще, еще. Как будто ты что-то не получил. И хочется вернуться, хочется снова себя испытать, хочется попробовать что-то новое, хочется протягаться с парнями. Не знаю, как пойдет бой, какая ситуация сложится, но в любом случае желание мое не угаснет. Буду пробовать, буду биться везде, где будут возможности. Алексей для своего боя выбрал себе соперника, которого другие участники стремились избегать. Это Сергей Андреев. Он один из самых опытных участников отбора. Я выбрал, как мне кажется, самого сильного соперника, самого грозного. То есть, в принципе, он выглядит такой, ну, матерый. Вот, и если уж так разбираться, то в нашей стае, в 70 килограмм, ну, это действительно как бы вожак, я так считаю. И, то есть, для меня, наверное, честь бросить ему вызов, честь выиграть. Ну, и достойно можем проиграть с соперником. Здравствуйте, я Андреев Сергей из Великого Новгорода. Начал заниматься в своем родном городе вольной борьбой и классической. Потом перешел к Эдуарду Геннадьевичу, к Никанорову, на боевое самбо. Начал там заниматься, потихоньку выступать по боевому самбо, по рукопашному бою. Вроде как стало получаться. В дальнейшем перешел по смешанным деломборствам выступать. Что-то такое внутри, может, подсказало, что надо заниматься, попробовать, пойти дальше, посмотреть, как получится. И вот начал выступать. По любителям очень много выступал. Потом уже перешел по профессионалам выступать. Ну, и сейчас стараюсь по любителям тоже выступать и развиваться. Потому что профессионалы очень мало бьются. Я считаю, что надо развиваться также с любителями. Есть очень сильные любители. И можно с ними тоже хорошо очень расти и выступать. Я считаю, что надо обязательно по любителям любить выступать и профессионалам. К бою готов? Твой небольшой план на бою? Да я не знаю даже. Ну, то есть, буду, наверное, держать на дистанции. Посмотрю. То есть, я с ним не работал. Первый раз на тренировке с ним просто поработал. Ну, вот в борьбе сильный, плотный соперник. Даже, наверное, можно сказать, что превосходный физически. Вот. Поэтому надо просто, наверное, подвигаться. Включу такого велосипедиста, Макгрегора. Буду отстреливаться. Мне очень приятно, что он меня выбрал, конечно. То есть, в весовой категории сложилось какое-то мнение. Не знаю, что они там себе придумали, что я какой-то фаворит. Там непонятно. Не побаивались меня, не знаю. Ну, я считаю, что надо, можно побиться. Он молодец, что выбрал. Как бы, ну, без всяких каких-то колебаний. Я думаю, что да, покажем красивый, хороший бой. Напомним, что отбор в нашем проекте на сегодняшний день ведется в шести весовых категориях. От 57 до 84 килограмм. Этот бой в рамках нашего проекта состоится в весовой категории до 70 килограмм. Синий угол вызывается Батрынглов Алексеев. Здравствуйте. Синий угол вызывается Андреев Сергеевич. Готов? Готов? Время. Пол! Держиваем. Давай. Давай. Суетись. Спокойно. Дай печень на голову. С прямым. За руку прячься. За руку. Покажи, потом дай. Срещай. 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 Молодец. Двигайте на ногах. Руки отпускает вперед. Сжимай, сжимай, сжимай. Выходить надо. Выходить. Не стоять. Сжимайся. Да. Колено. Сжимай его. Грудь. Отталкивайся. Да, да, да. Срещай. Отталкивай. Отталкивай. Все. Надо выходить. Стоп! Левый, правый. Кидай руками. Прострельный. Поехали! Лёха, выходи, выходи, хорошо, молодец. Руками работай, руками баллы бьёшь. Лёха, давай ногами. Хорошо, работай, спокойно. Стой! Отвечай! Ноги тоже. Отвечай! Отвечай, тянь! Давай, ну давай! Держи! Лёха, держи! Держи! Хорошо, бей, бей! Стоять! Стоп! Прошёл первый раунд. В принципе, оба работали активно. Продемонстрировали элементы ударной техники. С моей точки зрения, один чётко, хорошо, ярко выраженный удар в подбородок прошёл у бойца красного угла. И несколько ударов было ногами бойца синего угла. Но они прошли в защиту. По активности, могу сказать, что боец красного угла был более активен. Заставлял двигаться своего оппонента по окружности ринга, занимаясь в риме середину. И часто прижимал, то есть в активности прижимал к канатам, прижимал к углам. То есть делал свою активную работу. И концовочку тоже занял он, приведя своего оппонента, так скажем, к глухой защите, глухой обороне. И проделал определённую серию ударов. Может быть, она и не достигла цены, но активность была. Поэтому по результату активности победу в этом раунде отдал бы я бойцу красного угла. Второй раунд. Готовы? Пошли! Вот, вот, резко. Хорошо. Работай, работай. Колено между ног. Серёга, колено поставь между ног. Лежи, лежи. Правое колено между ног поставь. Правое колено между ног, Серый, не забывай. Стань, 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 стань. Оттолкивай. Серёга, колено... Внимательно при работе попадания. Вот так работай, Серёга. Вот так работай. Вот, 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 вот. Левая колено. Левая колено, живой. Поработай, поработай. Руку отключи. Вот так. Открути руку открути. Шеей, шеей, вот так. Локоть к себе подзяни сначала. Делай. Локоть к себе. Его ноготь к себе игру! Крути лопни! Вращайся! Вращайся! Давай правой рукой! Вот она! Пиши руки! Вставай! 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 Оттянь! Вставай! Вставай! Левый! 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 Давай! Работаем! 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 Подтяни! На середину! Позицию партера! Оттяни одной рукой! Оттягивай одной рукой! Оттяни другой! Работаем! 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 Побей! Ветро женщины! Встать надо! Встать! 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 В этом бою победу одержал бойцы с красного угла Андрей Сергей! Спасибо! Мне, конечно, не очень понравилось, как я отработал. Он свою тактику выбранную, которую принял, действовал хорошо, именно работал так, как мне неудобно. Мне приходилось его ловить и бегать за ним. Я считаю, что он справился с этой задачей. Слушайте, ну, как мне кажется, я ничего не показал, кроме, может быть, как я и говорил перед БМ-3, я поколесил, пообстреливал. Тем не менее, я действительно правильно выбрал стратегию. Нужно работать с ним вторым номером. Вот. Потому что он уже, я понимаю, МПС возрастной. Тоже у него не будет хватать на более длинной дистанции дыхалки. Вот. Но, несмотря на его возраст, он все равно перебил в плане физухи, в плане дыхалки. Вот. Ну и, конечно, ему опытом занимать. Бой получился хороший. Ребята показали неплохую зарубу такую. Алексей выбрал тактику очень интересную. Начал смещаться. Ну, это понятно было. С Сергеем зарубаться ни в коем случае нельзя. Удары там тяжелые. Парень с опытом. Но, тем не менее, Серега так доминировал неплохо в плане поджимания. Очень сильно поджимал его. Несколько раз не смог пройти в ноги. Но потом так все-таки перевел Алексея в партер. Немножко подобивал его там. И вышел на болевой прием. Сделал очень даже так плотно. Хорошо. Ну, у Сергея там борьба хорошая. Я знаю его и знал, что у него борьба хорошая. Ну, а так он и попадал, и выигрывал. Ну, в смысле, это ожидаемо было. И борьба у него хорошая, и опыт большой уже боев. И физически он крепкий парень. В этом смысле там было уже заранее известно, что произойдет дальше. Давил, проходил, валил, попадал. Ну, тот парень пытался двигаться, но не получилось. Парни показали хорошую тактику. И видно, что Сергей Андреев опытный. И выжидал определенный момент, как перевести в партер и уже закончить в партере. Это было видно, и даже по проекту было видно, что этот парень в партере как бы уступает. И они уже друг друга видели в тренировках и так далее. И поэтому тактику они выстраивали уже исходя из того, как они друг к другу присматриваются. И он правильную тактику выбрал. И дождался момента перевести в партер и уже не выпустил. И это было правильно. В этом бою сойдутся Ибрагим Мамаев, который является мастером спорта по греко-римской борьбе. По греко-римской борьбе начал заниматься. Там выигрывал по греко-римской борьбе тоже. Но у нас чуть там... Думаю, я не могу так тренироваться, как здесь. Поэтому приехал сюда тренироваться и стать чемпионом. На данный момент я выигрывал в Дагестан, в Сиридский турнир, в Чечне. Но у меня немного, я так особо не выходил. Просто тренировался и здесь начал ходить, драться. Я пришел в этот проект, чтобы попасть в ВСБ и выиграть пояс. И, иншаллах, думаю, это у меня получится. Ибрагим выбрал себе соперником Авлио Хамидова, который является мастером спорта по кикбоксингу и мастером спорта по боевому самбо, а также чемпионом Азии по любительскому ММА. Он говорит, что на проекте уже прошел почти месяц, его еще ни разу не вызывали. Он говорит, что чувствовал уже, что скоро его вызовут, потому что в его весе много ребят и все хорошие. Был готов к вызову, не конкретно сегодня, а вообще в ближайшее время. И говорит, что сам здесь именно для этого, чтобы себя проверять, поэтому очень даже рад, что его выбрали. К бою готов? Да, я готов, конечно. Для участия в нашем проекте естественный отбор Авлио Хамидов прибыл из Узбекистана, хотя этот шаг для него был непростой. Это ведь и финансовая нагрузка, и языковой барьер. С самого начала проекта и в последующих тренировках этому парню требовался переводчик. Я узнал о том, что идет естественный отбор, и я ему написал, что хочешь приехать, поприсутствовать, проявить свои навыки, посмотреть, выйти на новый уровень. И также шанс будет выйти на новый уровень и проявить себя в мировом уровне и себе подписаться. Он согласился, собрался, с тренером пообщался, наш тренер общий так же одобрил это желание. Прилетел как раз пол-три недели до кастинга, он был здесь. В Узбекистане подрабатывает в охране, в клубах и все такое. И все остальное время уделяет спорту, старается два раза в день тренироваться, в утром и вечером. И приехал сюда именно выступать по смешанному единоборству, набирать навыки, выступать в профессиональном уровне. Здесь только и тренируется. Путь профессионального бойца ММА предполагает различные сложности и лишения. И лишь своя внутренняя мотивация, которую спортсмен вырабатывает в себе сам, позволяет со всем справляться. Вообще, говорит, как бы в жизни у каждого бойца, который там выступает в высоком уровне, выступать в Беллату, в UFC и стать там чемпионом. На данный момент, говорит, у меня цель стоит подписать контракт с ACB, выиграть этот проект, реалити-шоу, стать победителем и подписать контракт с ACB и стать там чемпионом. Этот бой состоится в рамках весовой категории до 57 кг. Готов? 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 Время! Готов. Готов. Налечко к Прямо. Невероятно. Вот. Очень хорошо. Айлендер. Айлендер, айлендер, айлендер. Айлендер, айлендер. Прямо. Еще раз. Прямо. Прямо, проживу. Киргизме. Прямо, премьер. Прямо, премьер. Вот так! Как я? Глorde, покор или заставление. Бос, бр Yes brass! Бас! don�만 сейчас! Бас! Товуку салк'и айбеды! Вд� две! Бас! 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 Бас ! О fantastic!!! Ударяй! Бас и тут. Ударяй! Ударяй! Ого! Берем esperки! Берем с этими! Идет! 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 Быстрее! Супер! Брррр... Ост. Бас! Ударяй! Диздан издевает басса! Гравийный! Данный поединок у нас закончился досрочно, сдачей бойца синего угла. Изначально бойцы двигались активно оба, наносили хорошие ударные. Была продемонстрирована хорошая ударная работа, как со стороны бойца синего угла, так и со стороны бойца красного угла. Затем, значит, боец красного угла несколько раз пытался перевести в партер, что получилось не очень успешно. Но вот затем он провел серию атаку руками, одна из которых достигла, так скажем, цели, что привело к небольшому награду. Дальше произошло занятие позиции, контроль каждой позиции, добивание, ну и с выходом на удушение, которое привело, собственно говоря, к значению. В этом бою победу одержал бойец из красного угла Мамая. Каждый литвы дома не было. Наши парни решили начать, кто нравится в сочинении, какой-то случай. Он говорит, там нет, смысл оправдываться. Он сегодня был сильнее и выиграл. Все было хорошо, по планам шел, ушло. Говорит, там, ну, видимо, говорит, там, после того, как пару его там проходов, я, говорит, там, не дал ему пройти, говорит, и по ударке его перебивал, и почувствовал уверенность в себе, руки чуть перепустил, я думал, что он опять будет стараться проходить, а он, говорит, обхитрил, пропустил удар, говорит, и пока, говорит, это создание все пришел, ну, то есть там, собрался, еще там несколько ударов в квартире пропустил. Все время, говорит, кровава кружилась, плывло все, и, говорит, спину отдал, ну, и, говорит, там дальше сопротивляться сил не было, потому что, ведь, неделю назад он очень сильно болел температуре, вот там, 2-3 уже, более-менее. Да, соперник, да, нормальный ударник был, пару раз попал, но, что-то переиграл, по-моему, его, так выиграл, да. Что пожелаешь своему будущему сопернику? В будущем. Готовьтесь. Во втором бою сошлись два борца, один такой бросковитый, а второй больше с вольной школой, и было интересно, потому что была очень, была очень большая разница в росте, Магомед намного отставал в росте, преимущество с Авлио. Авлио, мы знаем, бьет очень хорошо с рук, с ног, но, там, буквально в начале раунда, неплохо Авлио пропустил с руки, упал он, сел, получается, на пятую точку, ну и Магомед не отпустил эту позицию, начал доминировать в партере, потом залез сверху полностью, начал добивать и вышел потом за спину. Сделал заглушающий прием, хороший бой, на самом деле хотелось бы посмотреть его немножко подольше, ребята такие заряженные, даже немного жалко стало, что так быстро закончился бой. Я думаю, что представитель Узбекистана на нашем проекте, самбист, я думаю, что перегорел немножко перед боем, мне так показалось, по крайней мере, перегорел. И ничего не пошло, ничего у него не получилось, в принципе, вообще я не видел, чтобы у него что-то там пошло хорошо. Да, защитился пару раз, так как дагестанцы там, они с первым разрядом рождаются, проходил в ноги, пару раз отзащищался, а там дальше и вклинчив коленями получал в грудь, и проход пропустил потом в дальнейшем. И, ну, очень хороший представитель Дагестана, там парень очень хороший, видно, и такой морально, такой крепкий парень, и поднатасканный. Вот эти проходы, именно, или проход ноги, или с прохода бил левый, или правый, или левый, и она проходила, видать, поставлена, кто-то научил, и хорошо поставлена. И в итоге он показал проход, и левый выхлестнул на, там, думаю, что иногда он такой неплохой был, потому что после этого там глаза у него потеряны, так он себя и не смог прийти, и в конце он его добил. Хороший парень, я думаю, что у него такое будущее неплохое, просто весом не такой большой, видать, набрать надо весом, ему видно, потому что даже сейчас он меньше, меньше него был, меньше соперника, думаю, еще весом, если наберет, он неплохой будет, 57. Хороший парень, понравился очень сильно, и все поставлено, лишнего ничего. Что касается второго боя, то то же самое, могу сказать, правильная выбранная тактика, и еще есть момент перегорания соперника, то есть, видимо, ответственность, которую он на себя возложил, она сыграла роль. Видно было, что он немножко был растерянный слегка, то есть он в тренировках более собранный, более показывает интересные моменты, а здесь вот он перегорел, но это просто опыт определенный. То, что он приехал издалека, то, что люди на него смотрят, которые его знают, вот эта ответственность от себя, за других, она сыграла свою роль. Но я хочу сказать, что любой спортсмен, он должен бороться с этим, с этой ответственностью, со всем. Это часть пути спортсмена. Чем дальше, тем больше ответственности. Когда родственники болеют, друзья и так далее, когда не хочешь подводить никого. Каждый спортсмен сам для себя находит мотивацию, и у каждого свой уровень стремления к победе. Но порой на этом пути случаются и поражения. Главное найти в себе силы, а порой и смысл идти дальше. И мы идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА